Опасаются возможных последствий жители многоквартирного дома на улице Лермонтово в Иркутске. В одной из квартир там много лет хотят открыть стоматологический кабинет. Для этого нужно сделать из жилого помещения офис. В процедуре много нюансов, в них разбиралась сегодня Дарья Эйвазова. Далеко не всегда квартира – место для жилья. Это не понаслышке знают жители этой пятиэтажки на улице Лермонтово в Иркутске. В их доме сосед уже шесть лет пытается открыть стоматологический кабинет. Собственников беспокоят, что при этом окажутся затронуты важные конструкции дома. Ведь владелец даже рыл там котлован. Дом старый, 63-го года, газофицированный. Мы живем в Сейсмазоне. Естественно, мы заволновались. Было вынесено решение суда, чтобы он все восстановил. Мы вроде выдохнули, я встречаю, человек ходит опять подпольно, не написав объявление, не поставив в известность совет дома. Он ходит и снова собирает подписи. Это и беспокоит владельцев квартир. Ведь они против таких изменений. Хотя не факт, что их вообще разрешит администрация. На практике превращение квартиры в офис – многоуровневый квест для собственника. Кроме того, что нужно собрать целый пакет документов, важно подготовить и проект перепланировки. Ну и главное – получить одобрение собственников других квартир. Без их согласия сменить статус помещения не получится. Такой закон ввели в прошлом году. Одно из ключевых правил – «за» должны проголосовать две трети хозяев квартир того же подъезда, где расположено помещение. А иногда и больше. Тут надо посмотреть, затрагиваются ли перепланировки или переустройства и общее имущество. Если общее имущество затрагивается, то тогда у нас в любом случае, неважно какой перевод, должно быть стопроцентное согласие всех собственников многоквартирного дома. Все это отражается в протоколе общего собрания собственников. Причем сначала владелец квартиры, меняющий ее статус, должен попробовать организовать его очно. И лишь в случае неудачи, когда не явилось большинство собственников, можно провести так называемое «заочное собрание». Инициатор изменений лично встречается с каждым соседом. В случае, если лицо проводит заочное голосование, грубо говоря, ходит по квартирам и собирает подписи, необходимо ознакомиться четко с содержанием протокола, внимательно прочитать, внимательно прочитать все вопросы, которые ставятся на повестку, кем ставятся. А если вы хотите удостовериться в правом мощности этого лица, запросите у него документы, он обязан вам предоставить в данном случае. В том, что выполнит все указанные в законе условия владелец спорной квартиры в этом доме на Лермонтово, сомневаются другие жители. Поэтому люди написали заявление в разные надзорные органы. И советуют другим иркутянам тоже тщательно контролировать, как хотят изменить дом их соседи. Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев, Павел Рутин. Новости по будням.